Возобновилась, да? Вроде да. Интересно, я успел вот в этот момент возобновления, которое есть у Твича или нет? Поделилась и запись. Или это все еще старые Диасы? Прием-прием, раз-два-три. Мм, да, идёт. Ну окей. Так, а что мне, кстати, GoodGames скажут? Он обычно даёт советы по настройкам, что надо делать, чтобы было всё хорошо. Ммм... Он станет битой рейт. Могу установить. Я могу сейчас это сделать? Ну привет снова, шарфер. Ого, вижу ЦБР. Всё. Все советы GoodGames я учёл. Ох, что это за сервера не наш? Ммм... На мониторе, да. Карта захвата 720p. Есть. Я просто битрейт повысил до 5000, потом... У меня за счёт того, что GoodGames не хотел запустить на пинч. Я стоп-стартами не так не смог запустить. Я решил на Франкфурт и в итоге потери кадров скачивать. Как бы она скачилась, 50-10 минут игры, это вот такое себе. Поэтому... Лучше и дальше я буду начать с этими серверами себе. А-а-а, такие диалоги всё равно, что я... Блин, ну я могу, кстати, сделать... Да. Я могу... Ого, господи, а фильтр масштабирования сделать какое-нибудь? Например, точечный. Не знаю, будет ли это лучше. Но на Nintendo DS это помогло, когда я стримил. Хуже стало. Ммм... Можно все фильтры перепробовать. Вот этот другой теперь. ... Блин, когда мне прям будет продрессинг шат, и я вот эти большие игры буду спинить... ... Я не уверен. Лучше стало. Я другой включил. Лучше. Окей. Блин, я по-моему уже рассказывал. На него смывается большой экран. Самый яркий пример того, что я видел недавно. В рекомендации был нюх и он стримил Кперсону 5. Угадая, куда могла пойти вебка? Куда она могла ее установить, если она стримит с полуками на Кперсоне 5? Конечно же, на календаре. В итоге я хочу узнать, на каком он там дне и так далее, а календарь не видно. В итоге он спустя дней 8 или 9, ну то есть я каждый день заходил, проверял, думал когда же, может быть когда-нибудь я увижу сколько осталось прогресс. В итоге он там 8 или 9 день недавно заходил. Он сместил ее и поставил ее в правый верхний угол, где ничего нет из интерфейса, и я такой, ей хе-хе-хе-хе. Поэтому я не люблю, когда в фулскрине стримят, потому что вечно что-то на экране теряется. вот, и как бы, текст я вам всегда смогу прочесть, и это мне не сложно. А вот, поэтому я не хочу в большом экране стримить, но с другой стороны, тогда вам будет лучше все видно на экране. А зеленка плохо работает, мы ж, по-моему, пытались это настроить, но он у меня почему-то другой. Ну, к тому же он будет не исчезающий, типа, не знаю, не знаю, надо заморочиться, надо придумать что-то. Я не знаю только что. А, но стримить в 1080, а игры в 720 запускать. Не, я думал ты про зеленку, в смысле экран зеленый. Ну, в смысле чат, как это ты рассказывал, то что сделать, чтобы он цвет не считал лучата, когда у него бэкграунд черный, вот это вот все. Так, принесешь тар. Подожди, что? Какая-то вдохновляющая на подвиги пряжа. Ничего, однако, и на эту простоту есть любители. Не, тут должно, согласно описанию быть, она на подвиги не это. Значит, какая-то отстойная пряжа. Пойдем другую искать. А, еще, кстати, блин, я не помню, по-моему, сейчас бровина кинули сообщение о том, что у него был код, оказывается, какое-то время. В итоге он его отдал, потому что он перекрыс кабель и за ним надо ухаживать. Это... Везде такая есть проблема с животными, и я поражаюсь на сколько люди заботно-пыжматные. Блин, у Дипа у нас, кстати, клевое имя Ухота. Бурбон. И в Конане там же есть эти агенты, ну, темные организации. Водка, Джима, там тоже Бурбон, кстати, есть. Вот. Я подумал, если я когда-нибудь... Не знаю. С кем-то еще захочу завести животное, я возьму кота и назову его Вельвет. В честь персонажа с детектива Конана. Вельвет очень клевый чар там. Но мы, к сожалению, до него не дошли, он там очень далеко будет. Да не, мне кажется, даже если бы закон как-нибудь очищал животных и так далее, мало что было бы. Вспомни же, на Твиче же есть вещи, где-то они якобы рекортили, заправили животными, вызывали ответы. Вот это вот все. Как бы... Ну, они посчитали, это норма, а как в Твиче же теме, это краткие явления. Потому что кто-то нас вводил, или что-то типа... Мне кажется, даже по миру это как-то... Ммм... Не особо-то и... Шатают себя... Мое мнение. То есть, да, прецеденты есть... Но... Ну, как обычно. Что-то написано, на деле не работает. Эм... И, да. Ирина. Ирина. Так же... Ирина. Ну, это... Ирина. 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 Блин, я хочу теперь разперепойти на Challo. До 1080 пи. Хе-хе-хе-хе Ну типа можно как в Японии сражать, как я тачка, тебе нужно разрешение но это не знаю я знаю но у нас это работает к слову говоря анчарты у нас к слову говоря работают следующее если у тебя снимают квартиры ты говоришь строго-настрого животным нельзя если ты видишь какие-то следы ты можешь спокойно усилять человек потому что он нарушил договор у нас конечно нет такого нового уровня в многоэтажках нельзя достанного отца задержать но вот в плане аренды это можно урегулировать делали эффекты блин она сегодня что-то громкая да ну-ка блин а я мне было просто интересно я когда вчера наушники из монитора вытащил и ставил в системник там выход был звука другое а реалтек значит надо игру потише сделать потому что вчера звук поход делала ловился с плойки 4 или нет не знаю ложным чан да и она громче становится вот тринадцать четыре сделаем это конечно не чуть-чуть но это потише блин вот кстати говоря учитывая то что очень мало времени просло между первым проходным прохождением вторым не на на куне вот это вот музыка оркестровая она как-то после другой рейндж-рок что ли она прям точно копирует во двери мастера это грустно что ли и и и и и и и и и Блин, у меня есть очень плохая история про дошарак, но рассказывать я ее конечно не буду, раз ты решил его поесть, но приятного аппетита. Короче говоря, я не ел дошарак, ну наверное, но очень долго, года два что-ли. В итоге подумал, дай-ка я его поем. Ну и взял себе красный дошарик. Заварил его, и мне стало плохо, вырвало и так далее, и скоро я опять дошарик не ел. С того момента прошел уже примерно год и два. Блин, я походу его долго буду бить, а можно отравление ему каком-нибудь наверх? Да, бывает. Причем он был какой-то мерзкий на вкус прям. Дошарак, я не знаю почему. Ну вот, вскоре я лапшу стараюсь ну прям вообще не покупать. Это я ламп-доху стараюсь. Это я ламп-доху стараюсь. Спасите меня! Блин, а куда они... Ага, ну ладно. Типа через фоняш можно его убить. Блин, а я ещё на харде решила посмотреть. Он не дурак. Он не дурак. Но это зачем? Он не дурак. о повалили повалили бейте его и назад и назад блин лучше к нему вообще не подходить по моему блин один персонаж остался ну не я до конца буду тебя блин мы так много сундуков на открывали я все время флиппису ворачиваю а фунёша пропадает когда я активирую это всё в первом Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно Мы никуда не спускаем ДимаTorzok 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 Голос ДимаTorzok 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 хватит. Несколько консалок нету, поэтому пофига. Ой, 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 ой. Повс 13.2, кстати говоря, мне понадобится два слота, ибо я знаю там точку невозврата, но при этом там есть сейф, и при этом ты можешь там и сохранишься, то поскольку точка невозврата будет очень тяжело оттуда вытащить, и поэтому лучше сохраниться до нее, если что там, поделать дела, а потом вернуться. Там есть мерзотное место ближе к концу игры, одно. А, ну и власть имгры Тернс не могут, потому что там нелинейность и секретный день, что нам будет открыть и фз с гайдами, или я буду играть. Понятия. Да иди сюда! Не будем тебя нанять сразу. А, ну и власть имгры Тернс. А, ну и власть имгры Тернс. А, ну и власть имгры Тернс. О, не-не-не-не, я, я вижу там цифры. Я, я не буду. Десятые уровни. Прекрасно. Пролаг был. Я уже подрался с 50 уровнем дракона. Господи, его надержи. Если я его трогать не буду, он меня не тронет. Ха-ха-ха. Ты мне ничего не сделаешь. На всякий случай отметить. Может он там появится. Своим уровнем. Хотя смысл... О, там... Это пещера? Нет, просто камень. Ладно. Ладно. Галь, я. Так, а мне для смысл побегать? Ой, тут еще и большая часть материка. Не, пойдем в лес, короче. Стоп, а там пещера, что ли? Вот это вот. А, я не могу дойти, потому что ладно. Хорошо. Блин, Дегрон звучит как-то очень грубо на самом деле. Дегрон звучит. 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 Продолжение следует... 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 Просьба, касающая дел государственных, требует непосредственно присутствия короля собственной персоной. Это я. Как же, проведи короля, тогда и поговорим. Вот же я. Чистая правда, у него даже святой защитник есть. Да-да, самый настоящий. О! Обычно короли стремятся показать себя из-за версту видно, а ты какой-то недостаточно статусный. Неужели я настолько не похож на короля? Эван был королем Коронеллы, из-за государственного переворота в стране он потерял власть. Но он не сдается, не хочет построить новое королевство, поэтому Эван самый настоящий король. Ого, вот это драма. То есть тот самый принт Севен, который, по слухам, погиб во время переворота? Такому драматическому герою помочь-то хочешь? Да вот только этот лес нынче конфискован шестоном из Лая. Кажется, это долга. О, задолга. Заного. Ну говорите о Шестингии из Лайдзине? Что за Шестингии? Верховный островок Шестингии. Единоличный властитель Лайдзине. Верховный астролог, у них это что-то вроде короля. Шестун пригласил меня в Лайдзе играть в Костя, а я взял и прихватил с собой все свои сбережения. Увлекся на шутку, в конце концов поставил на кон весь свой лес и позором проиграл его в придачу. Теперь какие-то типы из Лая развешивают повсюду в лесу свои листовки и долгонят о выселении. Ох, беда-беда. Все понятно, значит, листовки, которые мы видели на деревьях. Деревья, информация о конфискации. Место лес Нира теперь леса Шестиноги. Но обыграв Лайдзе регулярно ходят дурные стульки. Там сплошем ее мошеннички. И правда, все было очень подозрительно. Правительство страны жемничает в игре в Костя. Если это правда, выйдет большой скандал. Коричный Нир, позвольте предложить вам кое-что. Мы заберем ваш лес назад у Шестиноги. И если у нас получится все сделать, вы увидите для нас дерево. Правда? Если вам удастся это сделать, я вам этого дерева сколько угодно предоставлю. Ну что ж, договорились. Ты ведь не против, Эван? Нет, конечно. Десятиречный Ниру хочется помочь. Вперед в Лайдзе. Лайдзе. Та-ра. Братье корабельщик. У меня нет корабля. Блин, а чего? А как это? Какой хитрый лут. Кто именно называется? Я корабельного монстра не пропалил как его зовут. Без понятия. Потому что он китайец? Блин, по-моему... Где ты ешь поисковать? Том-две это искусство войны? Не, без понятия. Слишком слабо. Надо в лес пойти, в который я не шел. А, типа лай, потому что гавкает он. Наверное. Если в оригинале не было лай дзынин. Не, ну я по этим еще понял, что оно будет стилизовано под Китай из-за... Господи, на дереве вот эти вот талисманы, которые типа запечатывают зло. Это же у них есть эти... Тао, Даймао или как оно там называется. В Шамон Кинге же тоже была эта тема, где... Был этот бывший... Мммм... Персонал... Был бывший актерговых искусств, который подох и он не... У меня есть троица там прям была. Вот это вот все. Типа, оно, оно понятно. Блин, как холодно. Вроде бы все закрыто, вроде включил обогреватель, а все равно жесть как холодно. Прям невозможно холодно. Стоп, а где лес был? Ммм... Вот этот вот что ли? Ммм, вроде да. Ммм... Угу... Угу... Блин, выглядит как-то... Не очень. Ну, имеется в виду подозрительно пусто. Стоп. А-а-а-а... Блин, я эту тропинку не видел. Ха-ха-ха, просто слилась. Ммм... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двадцать четвертый Блин, а двадцать четвертый звучит проходимо... А какой был уровень слайм? Он был тоже невеликим уровнем, но он не сбил меня... Так, а это какой был, двадцать четвертый, да? Ну, короче, не надо... Не, я еще не готов... Да и сохранялся я... А, ну при входе автосейд, наверное, был... Не, я понял... Не, не достаточно короче... Блин, у Grieb'а такой один дизайн... Большой шоу Да нет, он много урона наносит Ага, вот сейчас надо налево сходить Блин, у этой игры, кстати, есть очень большое упущение Здесь нет сказок, которые надо собирать Они были прикольные Сохраняюсь по выходу из леса Музыки почти нету Стоп, тут был лут Так, сейчас западаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Играл буквально очень мало Есть еще, по-моему, лордов вермиллион, это изначально какая-то игра была, потом ее сделали для, как их называют там, наркадных автоматов, по-моему, еще на PSP ссылали, я ничего не помню, на самом деле, там было в игре, но помню, что она меня сильно не завлекла И привет Нет, стоп, лордов аркана По-моему, вообще что-то другое, я такого не помню Помню лордов двери миллион, то да Аркану я даже, наверное, и не пробовал Просто я вообще ее максимально не помню Ну, можешь пробовать ПЗ Она же на PSP, правильно Да Угу А я ее, как минимум, где-то видел Не-не-не-не-не, на геймфайте И куа А Е Продолжение следует... 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 Давайте лупчая к нему. Ну не так много чего изменилось, кстати. О, получаемый опыт. О, получаемый опыт. Мне лучше это оставить. О, получаемый опыт. 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 Как много сундуков. А, но это другая локация, поэтому имеет смысл в город идти все-таки. А мы этот сундук зачистим. Продолжение следует... 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 жаром словно слышишь драконьим пламенем страшись вулканические похлебки попробуй не поддаться и непрезойденное страте не дай здесь просто обедение даже вкуснее чем готовит моя мама ты не понял о чем я это не достает мне сообразительность ну туристы его друзья туристы я здесь все знаю давай расскажу какие-то такие магазины так магазины еды прямо напротив там все очень вкусные дальше оружие магазин от немного вперед по улице наконец торговая лавка повернем на узкую улочку рядом с магазинами еды извините немного занят покупками я тоже хочу крутое оружие правда эти денег не дают какое же оружие выбрали что-то я сомневаюсь может мне в этом поможет кубе а а в Субтитры сделал DimaTorzok Лайцзинь замечательное место, правда, такой большой город, но и природы тоже хватает. И да, очень вкусная, от местных гигантских Цяодзи, например, просто не оторваться. Эй, дружок, у нас тут отличное гостиница, лично рекомендую, если хочешь выиграть в Пятиной, это то, что тебе нужно. Почему? Говоря, кто останется в нашей гостинице, того ждет удача. Как можно упустить такой шанс? Люди говорят, что если смеется в нашей гостинице, то у вас будет большая дочь. Не, я не готов срочетать, я ничего не такое. О, ну ты выглядишь как человек при деньгах. Это хорошо, когда есть возможность путешествовать. Не, 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 ты... Здесь, да че, скажи, как выиграть много денег, Пятиной. В том, как ты, не выиграть никогда, поэтому лучше бросай это дело. Трища с тобой для меня редкая, словно три шестеренки подряд. Удача, может быть попробуем миссию бросить кости в игре жизни? Я не совсем поняла, что ты пытаешься сказать, но, похоже, это какая-то авантюра. Милок, ты путешественник из Коронеллы, видать? Родное королевство переживает не лучшие времена. А ты тут развлекаешься. Ай-яй, какой беспечный. Кто тебе, аптекарь? Тоже времени резиновое. Заняты отлыниванием от работы. Мама дала мне важное поручение. Купить, что мыть на удачу для сегодняшнего дня. Окей. Тяжелая все-таки профессия торговать. Нужно каждый день изучать добродушие. В этой стране счастье приходит к удачливым людям. Я тоже, когда я метр с богатерием. Извините, я немного занят покупкой. А по-моему, мы уже его встречали. Эй, дружок, а ты, похоже, богатенький. Да богади ты, я не собираюсь себя грабить. Просто хотел предупредить, чтобы ты был осторожен, если будешь делать ставки. Он будет прийти сюда, когда у него будет мульон. Однажды в детстве я встречал Барда с очень длинным именем. Ее песни были замечательны. Хотел бы я еще раз его послушать. Я помню только часть его имени. И потому не могу его найти. Найдем, что там бабантует. Я больше точно не вспомню. Сеструха, может пора завязывать играть в азартные игры? Ты в прошлый раз проигралась до нитки. Солидную прибавку к семейному бюджету только в играх и получишь. И потом, я не проиграла настолько много, чтобы пора было завязывать. В городе много народу, поэтому очень сложно кого-то найти. У вас заказ на охоту? Если не за этим, отстаньте от меня. О, чей-то дом зашли. Съел петелистный из сирени, встал с правой ноги, надел красную трусу на сдачу. Идеально. Теперь ты меня уж точно ждет большой выигрыш. О, там что-то на крыше. Ты приехал в Лайндзе очень вовремя, как думаешь? Наверное, скоро должно произойти что-то хорошее. Я часто вижу детей, которые прыгают с крыши на крышу. Многие из них срываются. Это опасно. Нельзя так делать. Хорошо? Хорошо. Тебе разве не говорили, что лазать по крышам опасно? А ты все равно забрался. Шостингит прекрасно умеет читать лучшие по звездам, поэтому Лайзин так процветает. Лайзинь очень красивый город, правда? Поэтому здесь хочется и такую же красивую одежду. Пора бы уже идти на площадь, а я все никак не могу тут закончить. Ну, приветствую, ты приехал посмотреть Лайзинь? Рад всего, что приехал, обязательно сходи посмотреть священную Кубикуду. Это на площади, просто следуй по этой лестнице. А ты слышал историю об архиве? Говорят, там в подвале боится призрак. Поето рассказывает жуткие вещи, но я теперь не смогу спокойно патрулировать. Ну, приедьте. Походите, посмотрите город, я прибираюсь, так что не бегайте тут, пожалуйста. Твоя сольба полна трудностей. Звезда тяжелых испытаний, освещая твой Кубикуд, конечно, ты можешь не верить, но мои предсказания всегда сбываются. Эван, неужели это ты? Возжу уж никогда не думал, что встречу вас в таком месте. Я охранял странствующего торговца и не был в Коронеле. Когда? Кто бы мог подумать, что Краселевон устроит переворот. Эх, я забыл все инструменты. Когда на следующий семинар гадания по звездам? Ты же в прошлый раз все забыл, ты просто никудышный звездочет. Ты знаешь, почему у этой статуи открыт рот? А я знаю, я знаю, потому что она призывает удачу. Так папа сказал. А где связь? Говорят, один человек прошел сто раз через эти ворот и выиграл в казино крупную сумму. В текор это особенное место для игроков. Люди называют это обычай сотней переходов. Правда, я ни разу не видел, что кто-то действительно после этого выигрывал. Главная достопримечательность своей зыни – это, конечно же, отживленное роскошное казино. Но один славен не только этим. Проди вглубь этой площади и увидишь еще кое-что. Там дальше начинается мир взрослых. Я тоже хочу стать крутым за всех датами казино. Это казино «Шестиконечная звезда». Известная достопримечательность своей зыни. Отвлекайте сколько угодно. Восемь враги. Блин, а вот эти отрезки... И потом могу в Дамасск чуть-чуть заходить? Рыбами недавно видели, как мой муж зашел в казино. Просто я жду, когда он видит. Здесь у меня мечта прокатиться на паланкине. Эх, прошел бы мимо богатый и замечательный мужчина. У всех разное понимание того, что такое хороший мужчина. Вот для моей сестры, которая стоит рядом, на самом деле сидит. Хороший мужчина, значит, в принципе, неплохой. А у меня все просто. Лицо красивое, значит, хороший мужчина. А, да нет, все плохо. Видно, я уже растратил все свою удачу. Как у тебя дела-то вроде недавно. Говорю, что тебя начал вести. Девушка странная, страстная поклонница Лайка. Но я считаю, что Шень Лао куда прекрасней. Хотя они оба серьезные настоящие красавчики. Но Шень будто рыцарь сказки. Обожаю его. Ах, Лайка. Такое замечательное эти глаза, что ведет все насквозь. Это благородная душа. Я очень изучий человек. Вот тут недавно подскользнулся. Вечно мне не везет. Блин, а он похож на Снупи. Или как его? Нет, не Снупи, а который... Есть медведь Йоги, а там еще пёс был, собакин. Вот он на него похож лицом. Самый удовольствием дочет нашего королевства, это, конечно же, Лайка. Е-К. Ммм, ага, мгм, мгм, ага. Путал тысячи звезд просто поражает воображением. Как подойдешь ближе, аж дуга захватывает. Друг его, да. Точно. Я Вапа, сестренка Гава. Я сражница стажер. Что здесь такое происходит? Похоже, какой-то праздник. Но, братья и сестры, вы как раз вовремя. Священный Кубикуда сейчас объявит нам налог. Если Священный Кубик по каждой дне, то налога в этом месте не будет. О, налога не будет? Да, но уже два месяца подряд выпадает шесть. А что случается, если выпадет шесть? Налог увеличивается шестикратно. Шестикратно? Такой высокий налог? Так, это такое время. Нам всем тяжело, но это судьба. Ничего не поделаешь. Будем надеяться, что в этом месте нам повезет и выпадет единица. Определять налог броском кубика, это здорово бессмыслиться. Это обычай нашей страны. Мы всегда надеемся на удачу, и это так волнительно. И это касается не только налога. Например, решение суда у нас также определяется броском священного кубика. Решение суда? При помощи броска кубика? Именно, если повезет, ты не виновен. Не повезет, а вы пожаловываете в тюрьму. О, а вот и великий астролог Шестинги. Сейчас начнется церемония жеребия. Интересно, что выпадет на этот раз, хоть бы единицы, мне все на нервах. Ставлю на шесть. О, священный кубикуды, повезли нам размер налога в этом месяце. О, священный кубикуды, повезли нам размер налога в этом месяце. О, священный кубикуды, повезли нам размер налога в этом месяце. Так пробует. Священный кубикуды выбросил шесть. В этом месяце платил налог в шестикратном размере. Черт, снова шестерка. Ну что поделаешь, так решил священный кубикуды. Ну, тот человек, похоже, и есть Шестингин. Тот парень сказал, что вот уже третий месяц подряд выпадает шестерка. Как-то это подозрительно, уж не мошенничество ли это? Вполне может быть, но пока у нас нет доказательств. Сперва побеседуем-ка с самим Шестингином. Вон то здание, оно, кажется, называется зал тысячи звезд. Шестингин отправился туда после церемонии. А, когда вернемся домой, хочу поесть фруктовый десерт. Нельзя в этом месяце, но шестикратный налог, придется немного потерпеть. Клей, бедный. Ах, выпала шестерка, мне дали только 500 гульдиенов на карманные расходы. 500 гульдиенов? Да ты погачка. Мне мама только 25 дала. Я, конечно, пока еще никто, но зато босс, наконец-то, начал меня всерьез обучать. Но только между нами лицо у него жуткое. Я когда первый раз видел, чуть не заплакал. Что у тебя есть? Хочешь ко мне ученики, сначала добейся чего-нибудь, а потом приходи. Еще на Кубикуда в периоде щедрого милосердия выдает сплошные единицы. Но в последнее время только шестерки выпадают. Что же нам так не везет? А, то есть были единицы. Привет, дружок. Какой молодец, так бодро здороваешься. Если ты Кью, то вставай в очередь. Кью на ручке. Не-не-не. Кью, давай поиграем в Кубикуду. Это как? Ломать статую Кубикуду? Посторонний вход воспрещен. Мы пришли по поручению мира. У нас сообщение для верховного астролога Шестинаги. Верховный астролог, человек занятой. Простым людям нельзя просто так получить у него ауэдиенцию. Но у нас к нему очень важное дело. Мы по поручению мира. Нельзя. Хорошо, а как насчет того, чтобы доверить решение Кубикам? Если мы выиграем, вы позволите нам встретиться с Шестингим? Кубиком, значит. Занятно, хорошо, я согласен. Но если проиграете, заплатите кругленькую сумму. Деньги, значит. Ну что ж, почему бы и нет? Что ж, я приготовлю все необходимое для игры. Вы готовьте денежки и приходите. А давай-ка мы свои кости возьмем. Что это? Я начну игру вы готовы. С суммой ставки в 1000 гульденов вы можете золотить кофе. Да. Отлично. Мы сыграем в красный и черный. Для этой игры нам понадобится 3 кубика. Сперва я брошу 2 кубика, а вы запомните выхавшее значение. Затем, перед тем, как брошу 3 кубика, я попрошу вас предположить, будет ли сумма после последнего броска 11 и более или 10 и менее. Если вы считаете 11 и более, отвечаете красное, 10 и менее, черное. Однако, если вы увидели подряд 3 единицы или 3 шестерки, это особенный случай. Это называется инверсия. Сумма 3 единиц 3. Однако, ответ в таком случае красный. Сумма 3 шестерок и 17. Однако, ответ черный. На этом объяснение права закончено. Ну как, все понятно? Все понятно. Получается, в некоторых случаях мы можем выиграть почти наверняка. Довольно выгодные условия. Какие красивые кубики. Выглядят довольно дорогими. Эй, не трогай грязными руками. Это священные кубики. Ими могут пользоваться лишь в издочеты. Что ж, начнем игру. Итак, я бросаю 2 кубика. 1 и 6. 7. Красное. 4 и более мы выиграем. А так я бросаю последний кубик. 8. То есть черное. Вы проиграли. Ну как так? Как достаток? Мне очень жаль. И это все? Если захотите продолжиться, придется повысить ставку. Вы согласны на это? Конечно. Эй, Эван. Давай, давай, Эван. Ты обязательно выигрываешь. Выиграешь. Надо остановиться, да? Уже. 1 на 1. А, будет инверсия. Будет красный. Красный. А, фарга, или как его? Из кронок кросса. Да, они почти в каждой игре, на самом деле, эти шулеры. Опять бы проиграли. Пора завязывать. Да нет, мне кажется, второй раз было чуть ближе к победе. Что, закончим на этом? Если вы продолжите, он влетит в эту копеечку. В следующий раз выиграем. А, в следующий раз в этот раз. Красная, два кубика. 6-6. Давай, шестерки выкидывай. Опа. С большего цели, попробуем еще раз с Эвеном. Ну, хорош. Эвен, хватит. О, наигра ведь в самом разгаре. Итак, вы проиграли, а значит, вы должны мне 10 миллионов гульдемов. Что, 10 миллионов гульдемов? У нас же был уговор на тысячу. Я же вас уточнил перед второй и третьей игрой. Согласно, мы лизу с тем, что ставка увеличится. После каждого последующего прогреша, ставка повышалась 100 раз. Вот и посчитайте. Тысячу умножить на 10 тысяч, получишь 10 миллионов. Такие ставки нелегальны, однако... Блин, ну действительно... Да, но у нас нет таких денег. Тут, если что, на кнопку R2 можно скипать текст. Случайно, пожалуйста. Если вы не можете заплатить сразу, я запишу это как ваш долг. От него не скрыться. Он будет тебя присоединить, пока ты не вернешь долг. Господи. Что же делать? Мы не просто не встретишься стенгина. Но еще попали на 10 миллионов гульденов. Верни долг. Ну, хватит уже тупая птица. Ее можно убить, нет? Если так посмотреть, тут не только у нас такая птичка. Гляньте, идет полно таких неудачников. Слово сказать, во время этой игры мне показалось, что каждый раз, когда превратник делал третий образок, он что-то там умудрил. Не мне тоже. Правда? А я так увлекся, что и не заметил. Вероятно, эти кубики непростые. Да, точно. Этот тип еще говорил, моль только звездочетом можно пользоваться им. Тож, тогда если мы сможем изучить эти кубики, нам, возможно, удастся раздобыть доказательства мошенничества. А не заглянуть ли нам в казино? Если в государственном казино играют подобные игры, велика вероятность того, что и там в обращении такие же кубики. Точно. Согласна. Мне тоже кажется, что это хорошая идея. Отлично. На том и порешили. Верни долг. А, страшновато. Все, чтобы пойти в казино, вы должны заплатить, да? Дорогие гости, один момент. В нашем казино «Шестиконечная звезда» посетителям с долговыми сервятниками запрещено делать ставки. А, вот как. Минуточку, этот молодой человек здесь просто за компанию, он не будет играть, он пришел просто посмотреть. Хм, что ж, тогда пусть проходит, шло вам приятно провести время. Ну, потому что это очень грубо, а эта птица, она отправителя плюс-минус. Отлично, нас пропустили. Вот, он тоже должен стоить. Вот оно какое казино «Диау» в первый раз в подобном месте. Если мы будем ходить всей толпой, то привлечем не нужное внимание, разделимся и займемся сбором информации. Не-е-е, это будет ужасно, Малера. В моем мире тоже существовали поводобные увеселительные заведения, ха-ха. Люди везде одинаковы. Ахаха, и ты тоже обзавелся за долговым стеребятником, не везет нам с тобой. Теперь недолг. Малыш, ты случайно не забудился, здесь только для игроков, а не детская комната. Я просто хотел поговорить. Просто хотел поговорить со мной. Ха-ха. Какой тростный мальчик. Одна только атмосфера казино поднимает настроение. Обожаю это чувство напряжения, витающее в воздухе. Эта осень не значит, что у меня нет денег, я просто люблю наблюдать за игрой. Правда. А там софтлок будет, потому что типа сюжетом так. У этой иностранной гости поднимают шум, мол, мошенничество, но это глупо. Ведь это казино официального государственного заведения, верно? Какое может быть мошенничество в стране, где все определяются образцом кубика? Как можно совершить такое святотатство по отношению к священному кубику? Ну, неудачники всегда кричат громче всех, это понятно. Ух ты, как здесь все здорово, я тоже падок на такие делишки. Дядя занят игрой, можешь не мешать. Для тех, кто не хочет думать ни о чем, кроме развлечения, это место рай на земле. Если умеешь выигрывать, можно и зарабатывать на жизнь таким образом. Дорогие посетители, вы можете наблюдать за ходом игры, но пожалуйста не мешайте игрокам. Раньше я думал, что усердно работать, большая глупость, но когда такие налоги, тяжко без работы прожить. высадить неудобств для других игроков. О, я долгового истеребятника заперт, он не может пробраться, мы можем сбежать и не платить, он не будет нам мешать. Изи. Блин, он телепортируется. Хе-хе-хе, ладно. Ну, что меня беспокоит в этом казино? Ну, скажем, меня смущает, что дедорож слишком силен в игре. Даже если это явно мой день и все фишки на моей стороне, я в итоге проигрываю. Он должен быть невероятный везунчик. Мне стоит почаще посещать священного кубикуда и старательно закалять свою удачу. Прошу меня просить, я сейчас за игрой, поэтому попрошу меня не беспокоить. Вон тут дедорож за игрой, мне кажется, он нам и нужен. Приветствую, веселитесь тут, спрашиваете, не наблюдаю ли я за кем-то? Нет-нет, ни за кем я не наблюдаю. Ха-ха. К сожалению, если ты уж получил долгового стервятника где-то в другом месте, то в это казино уже не поиграешь. По правилам, на странных гостям с долговыми стервятниками запрещено делать ставки, поэтому просто наслаждайтесь атмосферой. Хочешь узнать побольше о кубиках для казино? Понимаю-понимаю. Если станешь искусным игроком, он поклонниц отбоя не будет. Но на самом деле эти кубики такие же, какие используют наши завод зачата, поэтому как ни ищи, ни где ты их не купишь. Это вещь эксклюзивная. Нам, простым людям, как ни крути, этих кубиков не видать. Советую тебе отказаться от этой затеи. Ну что ж, мы закончили. Будем надеяться, ребятам тоже удалось кое-что выяснить. Теперь я абсолютно уверен в том, что кубики использованные в этом казино точно такие же, как те, что мы видели в пузырь задать что-то. Да, и очень млековеренность того, что здесь все подстроено. Точно я могу лично подтвердить, в этом казино определенно одни мошенники. О нет, где-то он успел обзавестись долговым стервятником, дубина. Но я не смог удержаться, чтоб не попробовать сыграть. И сколько же ты продул? Ну, не так уж и много, но это сколько же там было. Сколько-то там, короче. Ладно, оставим этого болвана. На самом деле, я хочу кое-что вам показать. Только не здесь, поищем другое место. Как насчет того, чтоб поговорить в холле гостиницы? Делал ставки, как сумасшедший проигрывал. Такая отвага, несомненно, впечатляет. Такая отвага, несомненно, впечатляет. ну блин там не сервятники были на это важно и хи хи добро пожаловать мы не позвольте нам воспользоваться полом гостиницы пожалуйста чувствуете себя как дома и хи хи блин а поход деньги за это возьмет да ну что шанти что ты нам хотела показать если честно я позаимствовал тихаря один кубик казино да не правда но это это же нехорошо все нормально просто его одолжила забудьте нежели вам не хочется взглянуть как устроены эти подозрительные кубики смотрите внимательно если нажимаю на единицу выпадает единицы если нажимаю на пятерку пятерка нажимаю на двойку все вода двойка вот местные людишки вот ясно вот чем хитрый было при вранье за зачет точно также нас на долг так пойдем или чем его в мошенничестве нет он может просто притворить все ничего не знаю потому что ждут неприятные последствия если обнаружат что у нас есть кубик я кое-что придумал иначе так мы а потом незаметно раз это вроде того ну как классно я придумал а это точно сработает как-то мне сложно это прокомментировать но если она правда может это осуществить почему бы и нет но вот и порешили доверьте это дельце мне скорее идемте к этому звезда кетюшки все просто маляру нажимаешь на цифру такая цифра и выпадает племени касса один из них притвориться звезда счетом и будет бросать третий кубик загостром не спросят откуда он о приветствую вас вы пришли вернуть долг верный долг мы пришли сыграть еще раз я-то не против но ваш долг только увеличится на этот раз выиграю я милая на тебя рассчитываю а типа развлекать и кубик меня что ли и так выбор завалим красным выполнение плана и так козявка будет мошенничество что за трюк вы использовали кубики ваши и бросали их тоже вы о каком мошенничестве с нашей стороны может идти речь или же вы расстроились что ваш шулерский кубик не сработал как надо и хотите все свалить на нас то я машине да вы у вас нет доказательств что здесь за шум великий астролог шестингим что тут у вас случилось просим прекратить этот шум вы находитесь перед залом тысячи звезд верховный астролог шестингим наконец-то мы с вами встретились мы к вам пожаловали от достопочтенного ниром ваш подчиненный хитрости не давал нам пройти да еще и пытался загнать долги жульничив в игре неужели в лавизе не принято так приветствовать гостей а вы что вы похоже мой подчиненный был чрезвычайно не учтив с посланниками достопочтенного ниро а как могут зачет опуститься до мошенничества твои власти повелеваю аннулировать ваши долги так тот вдруг он не мошенничеством проиграл и готов выслушать вас пройдемте внутрь зал тысячи звезд а этого в темницу слушаюсь но но вы находитесь в зале тысячи звезд видеть себя тихо и прилично как рядом с шестингином это шинь лао он молодой но уже руководить своим отрядом элитный боец много чрезмерная серьезность может быть в обряд но я считаю что для командира это хорошее качество это зала тысячи звезд вы находитесь в присутствии верховного астролога шестинги просьба выдержаться от необдуманных высказываний и болтовни перед вами сам великий астролог шестинге видеть себя достойно и что вы хотели мне сказать о посланной достопочтенным миром мы просим вам вернуть лес мира его законному владельцу о лес мира значит этот звезд остался непочетным в качестве выигрыша в игре в кости по этой стране похоже просветает мошенничество ир вы тоже обманули несчастный играй ну что вы я не имею никакого отношения к этому мелочь этим мелочным жуликам исход нашей с нейром игры определил сам священный кубикуду сам священный кубикуду бросил кубик чтобы определить победителем он не способен на мелочный обман как тот глупец вот черт значит это не тот кубик лимони который мы видели до этого был использован куда более крупный кубик чем тот что мы видели в казино да но это не означает что нельзя подделать и и он раз вы так утверждаете почему вам самим не проверил священного кубикуду я дам вам официальное разрешение однако имейте ввиду что священный кубикуду нашите сильнее и нужно обращаться с ним предельно осторожно ес то что мы воспользуемся вашим предложением идемте я думал на посох зависит совсем бесцеремонная компания согласен вы абсолютно правы однако но все же стоит быть начеку только я подумал что мы загнали его в угол а теперь все можно сказать сначала и совсем я уверен что в эту священную кубикуду тоже в монтирован какой-нибудь хитрый механизм тоже пойдемте проверим ну и псы оставлять святого защитника заниматься подобным неслыханно мило что-то там нибудь нашел не то чтобы нашел но и на этот кубик наложено мощное тактие для защиты от магии а еще этот очень милый кубик сделан из-за превосходного дерева ведь гладенькие и сияющие на первый взгляд ничего подозрительного не зря он так легко сказал ну конечно идите смотрите защитное заклинание это для того чтобы никто не смог управлять кубиком при помощи магии управлять при помощи магии меня очень интересует что там внутри но словать его мы не можем и вы то запрещено играть с домашними животными это тут домашнее животное он получил разрешение от 6 ноги и проверяем все ли в порядке с священной кубикуды а вот оно что хорошее дело великий остров шестингент но и с большим благовением к священному кубикуде почтение великого астролога к священному кубикуде чувствуется даже в той заботе который следят за этим гигантским кубиком а именно вы так молоды мой юный друг и уже все понимаете этот кубик был таким потрепанным он использовался без смены уже несколько десятков лет но показания верховного астролога его заменили на новый говорят что для того чтобы добыть для изготовления кубика самое лучшее дерево шестингент специально приобрел целый лес и отправил туда мастеров ну просто невероятно о что-то заболтался я что ж позвольте на этом откланяюсь пойду я лес о котором он говорил это же лес мира значит он отправился в лес мастеров по изготовлению кубика кубиков должно быть они и навещали а и понавешали табличек конфискации нам нужно еще раз внимательно обследовать лес мира это расскажу старейшины Nier возможно что-нибудь знает бэгг бэг бэг Б filly кхух Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 да как я так да я блок вообще доставил ну я согласен, очень большая сфишка паста она блин весь экран почти занимает ну в основном конечно не весь, но все равно довольно приемлемое место добавить его в игнор а, так и все в одноставки тоже можно это всякие рекламщики приходят но их давно кстати не было уже примерно года три там было ключевое слово в бане ну типа сайт вбиваешь и все готово они обычно рекламировали типа хочешь стать популярным и известным видимо я добился популярности они не приходят хе-хе хе-хе ну хрена очень давно не было не то что я как-то грущу по этому, но все-таки не, ну если там какой-то новый босс с рекламой придет, то да так то у меня там по ссылкам был забанен а не что меняются эти сайты вечно так по-моему тот который эти нитки просил, он в самом дальнем был нет, там у них новый текст ну по крайней мере смайлики вставляют еще что-нибудь ну вроде как из того что я видел у людей на стримах ни разу не видел босс с английским текстом у меня видимо очень тяжело найти нитки текстом с память ботами ммм неплохо ссылки блин они лад языком случаем эти ссылки не пытались написать это совсем плава была бы я сундук не взял не очень где тут пуняж был пуняж или как их там спецсимвол вон он тебе жник я комент не читаю поэтому а пересадки сны нитками глобальной карты алтарь пойдем в алтарь так здесь переприносящие сны вы не помню алтарь но не помню там же по моему мобы 50 уровня были нет я оттуда ушел блин а можно посмотреть как нибудь эти где они еще находятся тут я желтого брал слева я помню ну еще леденцы раздавал я что может быть дурак да не точно я тоже проверять не буду может это было в другом лесу который дальше был было до лесу до вот этого леса тут просто есть еще другой лес у меня до ток пошел по сюжетному лесу было дело да а тут есть не сюжетный лес а ну вот да в рощу наверно не помню здесь да точно здесь было это вроде бы или тут грибы были я помню который я не могу ничего с ними делать потому что у меня нет нужного фуняша был камень по моему все таки и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Стоп это вниз спуст, надо наверно по верху дойти. Там пойди тупик будет какой нибудь. Блин, ну это тоже вниз видят. А, ну вот этот тупиковый как раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, что-то знакомые вот эти. Блин, мне кажется повеселее было в первой части вот такие нанимения. Потому что они, во-первых, не автоматически выбирались, тебе надо было выбирать. Хоть там было все равно максимально понятно, но все же. Ну тут они как-то, не знаю, слишком быстро даются заклинания, что ли? О, смотрите, там что-то есть. А, это завод, наверное. Кубиков. У тебя в голове Рэдфилд. Блин, я не помню. Сверчок. Вот такая. С определенным интервалом. Где-то что-то, по-моему, было. Не могу спам. Но нужен Шазам в голове какой-нибудь, который разные интонации, мелодии, там, или определенные сегменты мог вырезать из аудиоряда и... Распознавать. О, господи. Там еще хуже? А что там в шарфе? Ничего себе, они тут построили. Не ожидал. Здесь они изготавливают свои мошеннические кубики. Что будем делать? Вломимся туда силой? Нет, нам не стоит поднимать шум. Проникнем туда тайком. Эй, прячься, если там кто-то есть. Как же это далеко, угораздило же их построить, и черт, на куличиках. Что поделаешь, нельзя, чтобы жители города что-то заподозрили. Это здесь дочеты из Лайдзини. Кажется, я кое-что придумал. Возможно, мы подумали об одном и том же. Кубики, что ли, сыграть? А-а-а. Ох, и шести воздушные пираты. Нас точно не разоблачат в таком виде. Мы и тут присмотрим за этими ребятами, а вы отправляетесь внутрь. Старайтесь провернуть все по-быстрому. Делать нечего, идем. Шанти и Зора на время отделились от вашей команды. Блин, Шанти, кстати, если вспоминать всех пиратов, а я их вообще не помню, никого есть. Это самый прикольный женский пират. Из ЖРПГ. Но я их не помню. Так что, может быть и нет. Фуф, я думал, нас поймают. Похоже, сработало, как ни странно. Итак, нам нужно как минимум два доказательства. Во-первых, что-то, что докажет, что Шестигин причастен к мошенничеству. Для этого лучше всего подойдет, какие мы лично подписаны им документы. И во-вторых, это мое личное предположение, конечно. Но я думаю, есть какое-то устройство, которое позволяет манипулировать кубиков на расстоянии без помощи магии. Манипулировать без помощи магии? Такое вообще возможно? В моем мире это нечто само собой разумеющееся. И здесь, думаю, цены должны существовать схожие технологии. Что ж, попробуем поискать доказательства. Да, и не забывай, что мы препаратим. Я думаю, быстрее напрямую спросить у других звездочетов. Эй, ребята, вы случайно не видели тот документ? Ах, прошу прощения, если не видели, не берите в голову. Я должен был сам позаботиться об этом. Так, проблем с количеством кубиков, похоже, нет. Так мы вполне можем ложиться в еженедельную норму. Мы используем старое лейдзинское искусство в создании хитрых механизмов для различных механических ловок. Разумеется, это особое право принадлежит лишь звездочетам. Вам следует гордиться тем, что вы и вы являетесь членом круга избранных. Это, это проект усовершенствования священного кубикуды. Без регулярных изменений в конструкции кубикуда никак не обойтись. Поэтому мы здесь днем за днем придумываем новые идеи. Так, я создал список всего необходимого. Теперь нужно оформить заказ на материалы и оборудование. На, еще столько всего, о чем надо подумать. Пока мы пытаемся распознать, в чем же фальш кубикуды и ходим на заводы. Целая гора шульдских кубиков предназначена для использования в казино. Однако, судя по всему, они не имеют отношения к макинациям со священной кубикудой. Эх, мне уже надоело заниматься изготовлением кубиков. Я хочу сам проектировать новые хитрые механизмы. Эй, сколько кубиков сегодня сделал? Я его более-менее укладываю в график. Одного злопоснового пульта управления не хватает. Куда же я его положил? Похоже, это пульт управления. Однако, забрать его из-под носа из-за отчета никак не получится. Может, где-то есть еще такой пульт? Я недавно узнал от наставника, что этот пульт управления работает без помощи магии. Похоже, это какая-то заморская технология. Но как это вообще возможно? Творить такие необыкновенные штуки без вообще магии? Роланд, смотри. Ага, судя по всему, это есть лиционный пульт управления кубиком священного кубикуды. Прямо как ты и говорил. Да, и у шести ноги должен быть такой же пульт. Неч, при помощи него шестинги обманывал жителей королевства, облагая их высокими налогами. При помощи него же он отнял Ниру и его лес. Если мы правильно им воспользуемся, это станет нашим главным оружием. Теперь нам нужно найти доказательство того, что шестинги причастны к мошенничеству. Да, порой вам еще поискать внутри. Я? Я вовсе не прохожаюсь. Правда-правда. Сами тоже идите работайте. Ну нет. Семьлетрясение. Смотри, это было в ящике. На этой бумаге стоит поспись шестинги. Похоже, это распоряжение начали разработок на этой фабрике. Поэтому этот документ должен был быть сразу уничтожен. Однако какой-то неразивый подчиненный забыл об этом. Это однозначное доказательство. Шестинги не сможет отрицать ничего. Отлично. Этих двух доказательств будет достаточно. Теперь поскорее покинем это место. Обнаружено нарушителя. Активирую режим легавитации. Пантил, Сорен. Извиняюсь, мы попались. Вот уж не думала, что тут такое чудовище вылили. И хотелось бы связываться с этим типом. Боюсь, бежать некуда. Роланд, идем на выручку. Ну давайте посмотрим на вашего босса. Ммм, чувство земной головы, лен. Идили на глюбом. Как же я плохо. Блин, ну я перекачиваю. А, а, стой. Блин, и всю работу делают мои союзники, потому что я лажаю. А потом сгорел. Воздень или все это, честно? Да, я уж думал, крышка нам. Мы довольно много шума наделали, но, похоже, все пошлось, нас никто не заметил. Ну как, добыли доказательства? Да, мы нашли на фабрике шулерский пульт управления, при помощи которого можно диссоном манипулировать священной кубикудой. Отлично, теперь мы зададим этому шестиноги. Да, с этим шулерским пультом, я думаю, мы сможем припереть его к стенке. Эван, я хочу спросить тебя, готов ли ты? Мы собираемся сейчас серьезно вмешаться в дело другого государства. Это, бесспорно, вызовет большой резонанс. Если что-то войдет не так, мы заработаем себе врага в лице этого королевства. Ну что, как поступишь, Эван? Добиваться предцветания своей страны путем обмана ее жителей, я считаю, что это неправильно. Мы своими силами изменим Лайдзинь. Отличные слова. Точно, мы не можем просто взять и закрыть глаза на этом. Вот это я понимаю, вот это наш король. Что ж, королевское решение, закон, решено. Мы придем на помощь Лайдзинью. Вперед к шестиноги. Блин, как у меня спина болит. Просто вырос. Ну, точнее, как болит. Мне так неудобно сидеть. Не знаю почему. Раньше такого не было. Меня вполне устраивал стул. А потом на работе поменялось стул. Чтобы колесо сломалось. В итоге он тоже неудобный. И в итоге все неудобно и так далее. Ну да, я на стуле сижу. Неудобно. Раньше был... Ну, я на МСЯ был нормально. Скользкая, липкая, интересные грибы. Польская, липкая, мазочного масла. Ну, наверное, эти грибы. Отлично. Болотная опения. Ну, да, я как бы пытаюсь прислониться к спинке. Но оно как-то не это... Нифига. Я подумал, если брать кресло, то как бы тоже нужна опора. Прим не сундук там оказался. Недалекий. А его нет. То есть все очень сложно. Ммм... Ну, я думаю, вот откинулся. И вот это неудобно. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, тут у этого дома синяя дверь, но в него каждый раз нельзя войти В чем ее смысл? Может потом, когда квесты будут, что-нибудь произойдет? Не понятно Субтитры сделал DimaTorzok Ну, увы, ну что, нашли что-нибудь подозрительное в священном Кубикуде? Верховный астролог Штенги, вы обманули не только Нира, вы обмануете всех жителей этого города Ну-ну, бездоказательное обвинение, это всего лишь клевета Или же вы хотите сказать, что нашли какое-то мошенническое устройство в священном Кубикуде? Значит, настаиваешь на своей невиновности? Разумеется, клянусь священному Кубикуде Здесь нет никакого мошенничества Раз так как насчет того, чтобы определить решение при помощи суда Я слышал о стране все судебные решения в одной со священном Кубикуде О, а это уже интересно Да, действительно, у нас в Королевстве все важные вопросы решаются священным Кубикудой Налоги, законы, наказания для преступников Что ж, я согласен, выясним же истину на суде священного Кубикуды Но, если вы проиграете, вы унесете наказание как преступники за оскорбление правителя государства Вы согласны? Да Итак, я приступаю к приготовлениям к церемонии суда Извольте пожаловать на площадь жеребия к назначенному часу Вот-вот все начнется Роланд, я на тебя рассчитываю Не переживай Приготовление к началу суда священного Кубикуды закончено Вы готовы? Да Запрошу вас занять ваши места Итак, начинаем суд над верховным астрологом Шестином Гием Поскольку данное судебное заседание является исключительным и верховный астролог Шестин Гием Выступая в качестве обвиняемого, род судей исполню я Тут начинается Верховный астролог подсудимый Что же такое случилось? Роланд, а это еще что за костюм? Судебное заседание, как-никак Господи Выслушаем же перед лицом священного Кубикуда обвинение в адрес сверховного астролога Шестиноги Подсудимый обвиняется в мошенничестве Итак, в слово предоставляю обвинителям Все звездочеты в этом королевстве, начиная с верховного астролога Шестиноги, а мошенники Кубики, используемые звездочетами, оборудованы хитрым механизмом, позволяющим выбрасывать желаемое значение Я бесспорно согласен, что есть отдельные негодяи, но утверждаю, что все звездочеты мошенники, и это большая ошибка Я ни в коем случае не имею никакого отношения к мошенничеству Прошу воздержаться от бездоказательных обвинений Мне бы хотелось, чтобы вы для начала взглянули на наше доказательство, прежде чем заявлять о нашем многословии То, что это? Верховный астролог Шестиноги узнаете этот документ? Мне это предписание о начале производства шулерских кубиков за вашей личной подписью Верховный астролог, есть ли у вас что сказать с твоим оправданием? Я абсолютно бескуражен, эта вещь мне незнакома Неужели вы опустились до фабрикации улик? Этот документ подделка Давайте-то спросим у священному кубику, подделка это или же нет? Что ж, я не возражаю Обе стороны согласны, так обратимся к священному кубикуде Если выпадет чётное число, то документ подделка Если не чётное, он подлинный На шанс, сейчас мы докажем жителям Лаэдзини, как их обманули с помощью священного кубикуды Как вы видите, выпал учётное число А значит, этот документ подделка, священный кубикуды всё знает Давай Сейчас, сушки, всё будет Что? Как я знаю, что всё это закатится Что всё это значит? Кубики сошли с ума? У нас есть ещё одно обвинение к вам Клапману теледей при помощи священного кубикуды Но он управлял им при помощи этого пульта При помощи шулерского пульта можно управлять результатом броска священного кубикуды Нам удалось заполучить точно такой же пульт на фабрике по производству шулерских кубиков С помощью этих трюков Как он, настроившись тенге, поднимал городские налоги И отнял лесу до пусты До пусты До почтенного мира Пистенге О, всё это значит Мошенник И ты называешь себя верховным астрологом? Эй, скажи что-нибудь О, тут тоже есть искажение ну надо же ради лайцзинь я я хотел сделать лайцзинь самым богатым королевством в мире о он теряет узы в единении со своим народом а значит кое-кто пожалует почуяв неладное что это фолонг святой защитник это он там фолонг появился в городе и что же случилось законно астролог шестингин кто доказал что недостоин быть правителем этой страны и по плану я забираю божественную а а и стой рецидионный пламенный страж полон а где этому что произошло это скажем на пространство порожденную фулонгом святым защитником лаидзинь если у него становишься страна окажется поглощенной этой дороге а нет мы должны что нибудь сделать фулонг утратил божественные нити теперь не себе есть только один способ хорошенько надавать ему чтоб привести в чувство как вы себе представляете победу на взбесившимся фулонг есть один способ раз святой защитник теряет рассудок его огромная сила остается без контроля и вырывается наружу и места из которых они она выходит и будут его слабыми местами поэтому нам нужно их атаковать айван без проблем может видеть такие места так как мы связаны не все контракты вперед и с песней небесные разрушители священные защитники которые потеряли контроль над своей могущественной силой эта сила теперь вырывается из них яркими вспышками место откуда происходят вспышки энергии особо уязвима поэтому если вы сопрессируете свои атаки в этих местах сможет нанести намного больше урона мы опять есть загадочиста которых питались силы с этих защитник они могут находить их слабые места когда соберется достаточное количество не появляется из предметов который ты защитил вложить свою силу поэтому если разрушить любой предмет созданности сможете их там найти когда фоняши защитники соберутся в достаточном количестве вокруг них образуется золотое кольцо он ему руку прорезли Время, я вроде как подпрыгнул, но все равно не поджарил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что мне дамажит? А, огонь! Блин, как я плохо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, скорее всего нет Это же площадь жеребия Мы вернулись назад Да, похоже нам удалось усмирить Холомби У нас осталось одно незавершенное дело Я совершил непоправимое Сначала я думал лишь о том, как подняться в страну с колен Но в какой-то момент жадность обладела мной А кто этот человек, угравший божественную нить? Он появился в этих краях несколько месяцев назад Он передал мне знания, необходимые для успешного развития страны А взамен попросил для себя постминистра Оснастить священного кубика По поводу чудесного механизма для манипуляции кубиков Тоже его идея В какой-то момент я стал лишь марионеткой в его руках Нам удалось успокоить святого защитника Но что же будет с ним без божественной нити? В какое-то время он будет пребывать и в дреме Однако теперь, когда божественной нити не стало Я больше не могу контролировать его Однажды он вновь проснулся и превратит этот город в прав Не знаю, что там у этого типа зазловещий замысел Но то, что он творит, недопустимо И что замнилось в себя? Папаша, помолчи уже Верховный остров Шестинги Нам понадобится ваша помощь Это нужно и вам тоже Для того, чтобы вернуть свою божественную нить Меня зовут Эван Дорисфон Няндау Я заключен контракт со святым защитником в клубе Ле Солнце И я хочу создать новое королевство на равнине Глэйси О, вот на что, я сразу понял, что это необычайный мальчик Я хочу защитить этот мир, потому что больше не хочу терять то, что мне дорого Конечно, вы можете рассчитывать на мою помощь Лидеры других стран могут также лишиться божественных нитей А раз так, с проблемой можно справиться лишь объединившись всем вместе К тому же, я бы хотел вернуть лес старейшине Ниру Не только лес Все, что я выиграл нечастным путем Это решение уже передано со... Шиньи Ниру Большое вам спасибо Я вновь поставлю Лайдзинь на ноги И вы тоже держитесь там Большое вам Device Лайдзинь на ноги Лайдзины Я еще один Продолжение следует... 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 не а увы не с геймлеза нет просто там же они определён ну типа день тираж делают в марио и всё по граммере они так сказали будет смешно если они потом выпустят такой же сборник на ханшайна втором и galaxy вторым и ещё каким-нибудь марио продают его скажут что он имитированный а потом будет продавать где-то 6 игр в одном это вообще вор гений маркетинга на самом деле причем я долго ломался нужно или не нужно а так со скидкой единственное можно было на что-то другое потратить конечно но все скидка лекционка паразиты когда говорим да там бессмысленно что-то марбук 40 страниц нафиг он тебе нужен играть и не понравилось и так полагаю ну типа какой смысл не знаю я загорелся тем что хочу арт-бук по секретом мани любит чем такое и звук сам беседа городу гейзов затем xbox там новость вышла о том что беседа присоединяется к xbox серьезно они вырвались это наверное через этот пас и куда или нет блин надо будет на какую-нибудь другую новость найти почитать при этом нормально блин первыми на ходе был получше как мне кажется обслуживаю я не знаю блин блин КОНЕЦ 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 Ну, нельзя как успеть отжали. Ты пропустила момент, когда мы пошли в китайский город и собака кубики... ...сужиничилась. Да, вот так бы. НОВУДА На самом деле там ничего интересного не было. А, и вот этот вот индюк, это типа, если у тебя есть долг, и ты его проигрываешь, то он к тебе приходит, и он будет за тобой следует повсюду, и будет говорить, верни долг. Ну и молодцы же, все-таки. А, как и я обещал мои деревья в вашем распоряжении, спасибо, ну что, включили, не в субботу, на воскресенье позвоню в техподдержке и скажу, что все, как надо, стереться, нет. В итоге, есть интернет или нет интернета, или ты из другого интернета, что вообще? Теперь мы можем в прямом смысле начать строительство нового королевства. А, и он включился. К слову сказать, старейшина Нир, в божественной нити Алейдзине была похищена каким-то таинственным человеком. Вы, случайно, не знаете, кто бы это мог быть. Что вы такое говорите? Так ведь тогда святой защитник должен был потерять контроль над собой. Именно, но мы с ним разобрались. На какое-то время он безопасен. Божественную нить так просто не забрать. Тот человек, случайно, не использовал темную ауру? Да, вокруг него была некая аура фиолетового цвета. Источником темной ауры является злой дух Крушила. Это чудовищный святой защитник королевства Арагария. И если тот человек может так пользоваться такой силой, это и есть никто иной, как король Хамнар. Тот, кого с Крушила связывает божественная нить контракта. Тогда вижу единственное решение. Отправиться к нему в королевство и вернуть похищенную божественную нить. Не думаю, что это возможно. Ведь Арагария вместе со своим материком Нарсам две тысячи лет назад ушла на дно морское и спит там с кованой магической печатью. Король страны, исчезнувший две тысячи лет назад? Что за ерунда еще? Призрак, что ли? Если он похищает божественные нити других королев, при худшем раскладе это попахивает возрождением Крушила. Если это случится, весь наш мир окажется под властью темной ауры, весьма нежелательный вариант развития событий, скажу я вам. Как и говорил Шестенги, блин, у меня триггер случайно нажался опять. Эй, на меня не смотреть. Нельзя позволить Хамнару делать все, что ему вздумается, особенно если он намеревается воскресить злого духа Крушила. Да, и для этого, в этом случае, нам понадобится свое королевство, которое станет опор в дальнейшем борьбе. Что ж, идем. Идем создавать наше королевство. Да-да, и раз вы мне так помогли, с вашего позволения и я отправлюсь с вами. Вы серьезно? Блин, зачем нам дед? К тому же, я думаю, все уже... Мм? Блин, у нас дед в команде теперь. Что это? Они почуяли запах приключений и пришли. Похоже, уже заждались своего короля. Но как? Откуда все эти люди? Весной народ, воздушные пираты, выходцы из Коронелла. Все они, похоже, хотят стать подданными нашего королевства. Но почему-то... Но почему вдруг так много людей? А что, плохо что ли? Лишние рабочие руки. И тут потихоньку распространял информацию. И им передал, что король Эван основал новое королевство, и все, кто желает, может прийти. Никому не будет отказано. Это моя благодарность вам за то, что вернули мой лес. Очень кстати. А я, с вашего позволения, хотел бы занять пост министра финансов в новом королевстве. А, понятно. Уж я-то знаю толк в деньгах, как никто другой. Отлично. Значит, Нир будет министром финансов, Азоран займет пост министра обороны. Все военные дела предоставьте мне. Что ж, тогда я, как бывший президент, стану личным помощником короля. Ведь новому правителю нужен защитник. Нет, Роланд, я хочу, чтобы ты стал главным консулом. У тебя большой опыт в политике. О, все-то ты знаешь. Но я... У короля есть право назначать министров, так ведь? Ну хорошо, твои дела. Я согласен. Я займу пост главного консула. Раз уж это самоличный приказ с его величеством. Рассчитываю на тебя, Роланд. Наконец-то ты, Эван, рассуждаешь как настоящий король. Я не знаю, смогу ли я быть хорошим королем, но я постараюсь. Я наконец-то решился. Ради вас всех, ради себя самого. Вот да, Ламиныки. Точно, мы забыли кое-что супер важное. Эван, твое королевство, вот вот появится на свет. Ему нужно название. Ага, я тоже подумал об этом. Блин, я не хочу называть, только не я. Я назову свое королевство. О, господи, Валаньи, серьезно. Слыха будет называться наша самая страна. Лучше бы я придумал. Да. Эваланьи, значит, звучит неплохо. А почему такой выбор? Что это обозначает? На древнеаструамском языке, вы поняли, да? Эва означает улыбка. Вот оно что, улыбка. Название мы определились. Как насчет того, чтобы сказать пару напустленных слов кем-то здесь сейчас раз собрался. И я бы назвал бы ее, ну, очевидно же, рамиксения. С древнего, забытого всеми языка слово рамикс, обозначающее вездесущее. Отлично. Эгегей. Эгегей. Король Эвенжелла, выступи с речью. Прошу внимания. Друзья, я не знаю, какие трудности ждут наше новое королевство впереди. Я непременно хочу создать на этой земле мирно-красивую и процветающую страну, жители которой и всегда будут улыбаться. Эвен. Я обращаюсь ко всем вам и прошу вас вместе со мной пройти этот путь. Это тернистый путь, наполненный надеждой. Да здравствует король. Ну что, вот и дело сделано. Эван, отличная речь. Тоже история нашего с вами королевства начинается. Эван, пока ты идешь по этому пути, никуда не сворачивая, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Ребята, большое спасибо. Благодаря усилиям Нира к Эвену присоединилось множество единомышленников и шаг за шагом молодая страна превращалась в настоящее государство. Таким образом, Эваланя начала свою гордую постуль. Чтобы однажды стать той прекрасной страной, которая так мечтала Аль-Нина. Что-то ты не весел, ты же наконец создал свое королевство. Да, это Модиара, но меня беспокоят вещи, о которых я еще совсем ничего не знаю. Воскрешение злого духа, обладающего силой, способно уничтожить мир. Справлюсь ли я с этим? Хм, в одиночку, наверное, нет. Но ведь ты больше не одинок, правда? Точно, я не один, у меня теперь есть друзья. Именно Эван, смело шагай вперед по открывшемуся перед тобой пути. Рука обраку со своими товарищами. Да, я буду стараться из-за всех сил. А ты стал увереннее в себе. Ну что ж, увидимся. Да, до встречи. Блин, ну ты, конечно, Рэдфилл даешь. Да, он мужского пола. Ладно, я пойду поем и продолжим. Где-то минут 15 перерывов. Мы дошли до градостроительства, я так полагаю. Блин, мне нравится не сам сюжет, который тут происходит, а именно геймплей на то, что мы создаем страну. Это прикольно. И типа пока все логично. Материалы найти, вот это вот все. Это как Суикаден, только не на Накуне. Ой. Так, ладно. В общем, перерыв. А, наверное, надо музыку еще поставить. А мне надо... Блин, у меня все открывается на другом мониторе. В общем, сейчас тишина будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 решение ну да не но они могли бы я как в dark cloud наверное это там вообще пустошь и типа крутить так чтобы один не хочет жить другим другую хочешь с этим там вот это было прикольно останавливать это другой страны вон там лишние дома и вы я а на перестройку бы из одного места другое нужно было бы еще деньги по логике а мы не богаты и плохо закорачиваешь стресс поступайте к исследованию нефть специализированной постройки позволяет проводить исследования в той или иной области совершая исследование вы сможете открывать новый предмет для производства и новую магию и изучение он потребуется подальность неколедивыми качествами королевская казна и 3 след не требуется выполнение определенных условий также для проведения исследования нужно некоторое количество времени когда прогрессы не достигает 100 процентов но считается завершенным чем сложнее исследования тем больше требуется время для его завершения вы можете сократить время исследования задействов подных с более глубокими познаниями однако если вы больше не можете дать окончания исследования то придется расплачиваться королевской казной проведение вам понадобятся подданные ваше королевство есть четыре параметра основе которых вы можете решать какая работа подходит ему лучше всего эти параметры оказывают большое влияние на скорость проведения исследований например поданному следующем военном делал лучше всего доверит проведение военного исследования каждый подданный ваше королевство также имеет свои уникальные качества и грамотному распределению подданных вы можете добиться лучшего результата в развитии подданные сооружения получают опыт во время своей работы если подданные на копе достаточно опыта то его уровень можно будет увеличить ростом уровня подданных увеличивается их способностям на улучшение потенциала работников для более эффективного развития королевства учение уровня работников возможные списка подданных или изменит сооружениям переназначьте вооружение подданного с подходящими качествами начните исследование оружия ближнего боя 1 оружейное это а я нажимаю на x меню сооружение она не открывается а счет на кружок он открывается а правее я думал сказать который справа на это запах любит возиться с животными как и костями природы ну конечно очевидно что от этого а почему лоток отличается от мечей для качание следует исследование потребуется одна минута достаточно для проведения этого исследования а требуется 100 мечей да зачем все равно минута будет даже меньше я его думал к фуняшам засунуть вот вы благополучно завершили свое первое исследование однако развитие королевства не только проведение исследований некоторые специализированные постройки после назначения подданных на работу в них будут регулярно приносить ресурсы и материалов необходимые для развития королевства вы можете получать у хранилища ресурсов из меню королевства не забудьте также благодарить своих подданных за усердный труд хранилища ресурсов не бесконечно имеет ограниченный объем при его заполнении ваши производственные мощности будут проставить поэтому необходимо следить за хранилищем и регулярно забирать ресурсы управление королевством это сложная соответственная задача если в процессе у вас такие трудности всегда можете обратиться за помощью не все постройки имеют отношения к снаряжению и строения которые отвечают например за магию или за фуняши верно однако знакомившись с текущими способностями наших подданных я не смог найти никого узнал бы что мыть о фуняшах фуняша же относится к духам верно да и ситуация такова что на данный момент исследованием в ателье фуняши заняться некому хотелось бы найти подходящего специалистов вот только а как насчет тетушки марты за тетушка марта тетушка марта женщина которая очень помогла нам по пути в долину воздушных змеев ты прав она довольно много знает о фуняшах и быстрее мы решим этот вопрос тем лучше пойдемте-ка заглянем к ним в гости позовем к нам и ван джих теперь экскурсии водят там о вместе изображенном на фотографии сколько что полезное но я знаю где это но приблизительно мы пойдем сходим интересно ведь как надо исследование поставить когда мы челу сбагрим блин прикольно а ну хотя подождите-ка а мне еще исполнение а 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 я а а и а требования и есть деньги есть а почему не изучается а флок что потребуется 40 минут но требует а уровень королевства 2 и выше я понял а то что до 2 и выше нет это улучшение ну как бы цена исследования она у меня денег здесь не хватает окей но фоняша я хоза почему нельзя было там вроде как все работало правительство королевского магазина рыбный рынок тихого торгового квартала резко о королевская столовая место для галочки а не щас посмотрю так где исследование а работник снова казна только все я увидел а у этих чего а тут реван у меня денег здесь не хватает я понял требуется шеф-повар окей думаю пока смысла нету за деньги накопится надо по максимуму наверное те сделать у вас бороды эликсирует и призму о шанти годится пиратский о лечении хранилища подвижение по суше а прикольно разрушение предмет будет приносить больше радости больше золота базового одежки на негличко размер хранилища ну вообще в принципе да бы и нет а мне опять деньги потребуются не они запас материалов не смогу сделать но эти пас обделиками а работник с науком походная жизнь работник с науком искусства выживания она это у меня денег не хватает но понятно борзлаков и овощей ну хозяйка магазина вот и ночью да Ну, можно, конечно, оставить 3 миссера фарма денег. Не надо. Так, мы сейчас пойдем в долину. Добро пожаловать, покупайтесь. А, это магазин. Просто, я так полагаю, это будут мерцающие точки синие, как оно бывало обычно. Спасибо. 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 Благодаря вам я смог открыть свой магазинчик. Вы можете только начинать интересоваться в кулинарии, я больше стараюсь, поэтому не сняйте и обращайтесь. Я предоставляю услуги по приготовлению вкусного блюда из представленных покупателям ингредиентов. Не надо служить не только для того, чтобы наполнить желудок, она обладает также различными эффектами. Например, способность придавать силу или обострять тразу. Если вам попадется интересный рецепт, непременно дайте мне взглянуть. Я приготовлю блюда бесплатно с вас только ингредиенты. К сожалению, пока мало что умею готовить, да и сложные блюда мне пока не по силам. Однако, я думаю, это все дело практики, поэтому делайте побольше заказов, и однажды я смогу готовить для вас изложенные блюда. Кстати, те блюда, которые я уже однажды для вас готовил, вы всегда можете превратить у меня в магазине. Итак, на этом я закончу свое объяснение. Заходите в любое время, если захотите. Ответ мои стрипни. И еще, если вам что-то непонятное, я буду всегда рад объяснить вам еще раз. Спрашивайте, не стесняйтесь. Ну что, попробуйте заказать что-нибудь? Купить готовое? И готовить. Упомянный хлеб. А, ну да, он только хлеб умеет готовить. Теперь мы можем у него покупать, я как готовый. Хотя, наверное, и раньше до этого можно было. Ладно, пойдем в долину. О, новый этот флажочек. А, ну да. Блин, интересно, я там шкалу опыта не увидел. Уровень сражения 5. Так, где этот уровень находится? Теперь, когда Эвола не выросла в середное государство, в брифинге перед битвой можно использовать опции бонусное усиление. Там вы можете использовать королевскую казну для усиления своих отрядов и лечения боевой мощи. Также можно увеличить уровень сложности уже пройденных сражений. Теперь вы можете сразиться еще раз, выбрав трудный режим, где враги становятся сильнее. Ну и награда победа серьезная. Угу. А, вот он уровень 3. Уфигасивые усилители стоят. Начать бой. Открыть отряды. Рекомендуемые. А как? А, трудный режим денег стоят. А зачем теперь проходить эти фигови? Типа, чтобы персонажей что ли фармить? Какой в этом смысл? Враги, кстати, не апнулись. Так. Прокачить отряд. Понятно. Не, я сначала зайду в этот. Какой? В долину. Что? Где она там? Ммм. Мне надо самый конец. Пуфу. Ммм. У меня Вака помню был в фотографии. Там возле водопада она должна быть. И потом еще флажок. С левой стороны я даже не трогаю. А то можно бабки пойти. 50 они не равноверны по уровню. Появляюсь, что это нормально. Угу. Так. Ну типа вот вода. А где камень? Который должен быть? Ааааа Камень! А я думаю, эта фотография есть снизу? Что? Не могу понять А утяжелленный режим за другое не считается, я правильно понимаю? Ммм, давай, Redfield, удачу Блин, я не догоняю где Вот это что ли? Нет, тут водичка есть А, будет то же самое А, на видимо, он у того дерева А, да, вот он камень А, вот синенькая Кольцо магии Хмм Ну, забавно Так, двери А я могу Репортироваться Да, могу Ну, тут флажок еще был А, тележон, ой, тху ты Тележон, ну да Утяжеленный режим, вот Он же открывается после того, как ты единожды прошел флажок, я правильно понимаю? Просто тогда можно будет эти флажки палить из разряда, есть там это улучшение или нету Ну, сейчас проверим, тут один флаг есть, который я не трогал Так, прямо надо идти Пам-пам-пам-пам Пускабас, десятый уровень Четвертый Ммм, четвертый Ну, окей, ладно Не важно, что у меня третий Блин, не, можно Ммм Ну, ладно Потом буду себя заново перепроходить эти Идет Как по ней, где что Идет УIT Блин, но звон, сайдов не пошло Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, понятно. Привет, ребятки, а что у вас за дело ко мне? Вы пришли к вам с просьбой. Тетушка Марта, не хотите ли переехать к нам в королевство? Нам очень нужен специалист, Фуфуняшу. Хотите, значит, нанять тетушку к себе на службу? Вы против? Ну почему же? И здесь вокруг и в последнее время стало неспокойно. Раз вам нужна моя помощь, ну разве я могу вам отказать? Тетушка Марта, спасибо вам. Только вот у меня похитили мою бесценную щеточку. Щеточку? Вы, наверное, сейчас подумали, ну и что подумаешь? Но моя щеточка непростая. Это уникальная волшебная щеточка. Стоит только провести ей, и любой, даже самый грязный котел засияет мгновение окон. Для того, чтобы создать Фуняшу, необходим котел. Поэтому без этой щетки я как без рук. Фуняшу можно создать с помощью котла? К слову сказать, а кто же украл вашу щеточку? Фресопузы, плутишки, живущие неподалеку. Уж стоит думать, потерял свою щетку с концами. Вот как, мы вернем ее вам. Фресопузы, похоже, обосновались в тесной пещере. Нет, недалеко отсюда. Я на вас рассчитываю. Если вы вернете мне мою щеточку, я, как и обещал, поработаю у вас в вашем королевстве. О, квест. Да, давай выполнять. Некоторые решители и другие страны могут пойти. В каждом месте, в котором все не понятны. Местными жителями... Окей. Это, наверное, имеет смысл быть потом... Все города перее... Перепосетить. Не, по-моему, здесь не 200. Ну, по-крайней мере, на ачивку там, по-моему, 150 надо. В первом, не нахуй, там жесть было много квестов. Я все их выполнил. Это было... Не очень весело. Потому что там квесты начали дублироваться, по сути. Вот они, это те самые красопузы, укравшие волшебную щеточку. Вернем ее хозяйке. Мы вернули волшебную щеточку. Отнесем ее тетушке Марти. Балла, друг мой. Батюшки, кто ты? Эван, твоя знакомая? Нет, мы вроде не знакомы. Эван, как вы только что сражались. Вы уникум. Это именно то, что я искала. Вы слушайте меня, у меня есть для вас важное поручение. Эксклюзивно профессор из первых рук, скажем так. И как нас угрозило стянуть себя в этих хлопотах? Что за профессор? Я не пойду к ней. И навдруг она скажет идти дальше и дверь откроется. Ладно, давай поговорим. Извините, кто вы? Я профессор Ксичини. Разговаривая с незнакомыми людьми, какой обеспеченный молодой человек. Это ведь вы сказали выслушать вас. За возражение я буду вычитывать баллы. Я ждала тебя. Вот возьми это. Фантомный ключ. Это ключ? Я знала, что по всему миру раскиданы двери неизвестного происхождения, известные как фантомные врата. Они замечают иностранной силой, поэтому до недавнего времени я не могла исследовать то, что находится за ними. Но профессор Ксичини, то есть я наконец-то смогла изготовить фантомный ключ. Ключ, открывающий такие врата. Это невероятно. Да, я невероятным. И так невероятно, что готова дать себе сразу 100 баллов. Я пришла сюда за другим. В глубине этой пещеры находятся фантомные врата. Но несмотря на то, что я здесь, есть проблемы, которые я не могу решить. Ну и что за проблемы? Хоть я и неправедзойденный профессор, к сожалению, я бесполезна в бою. Но я уже нашла решение этой проблеме. Благодаря ассистенту, который поможет в моем исследовании. Ассистенту? Неужели это... Да, ты... Что? Я же говорила, возражения запрещены. Минус 10 баллов. Ну что за придирчивая сестренка? Я не придирчивая сестренка. Называй меня профессор Ксичини. Гордись тем, что я признал тебя своим ассистентом. По страхам и читания баллов не можем тебе возражать. Продолжим. За фантомными вратами можно найти осколки грез. Ваша задача принести мне 9 таких осколков. Принеси 9 осколков? Думаю о бонусных баллах, которые я дам вам. Постарайтесь хорошо. Тогда я возвращаюсь в Лайдзинь. Когда соберете 9 осколков грез, принесите их мне. Не важно, сколько это потребует времени, у меня его достаточно. Ну что ж, полагаюсь на вас. Почему мы позволяем втягивать себя в такое? Ну хоть баллы получим. Интересно, сколько же мы получим баллов? Кажется, в этой пещере находятся фантомные врата. Можно сходить взглянуть, но нужно не забывать, что тетушка поручила нам вернуть свою щеточку. Рекомендован уровень 60. Ну, видимо, по одной этой. Как вам? Одна дверь, один осколок. Дайте, чекнем эти двери. И посмотрим. О, можно четвертой главе, да? Да. Ну, покажите, что там. Вы не сможете сохранить игру? Ну да, хорошо. Неизведанные миры, наполненные призрачными видениями. Никому толком не известно, что вскрывается в обмене таких лабиринтов. Вступая в фантомный лабиринт, Эван и его друзья, брадая пространственные времена с кривлением. Первое, вызывая постепенное повышение уровня угрозы. Когда шкала угрозы заполняется, уровень угрозы повышается. Простое нахождение в фантомном лабиринте позволяет заполнять шкалу угрозы. Однако происшествие нового характера заполняет ее гораздо быстрее. Включение пилоносталки в завязанном возрастает. Убеждаем, что фантомов вы получаете разве сферы, известные как фантомный орб. Чтобы снизить уровень угрозы, преподнесите фантомный орб к каменному божеству. Однако с каждым разом их необходимое количество будет только возрастать. За понижение уровня угрозы и за повышение фантомных орбов может так и обратиться в предыдущий лабиринт о людях. Даже здесь можно встретить тех, кому нужна помощь. На последних этажах фантомных лабиринт приготовить встретиться невообразимо могучими монстрами. Только для левых вы сможете починить себе это измерение. Несколько фантомных врат, разбросанных по всему миру. Сможете ли вы погорить себе мир и по ту сторону врат? Блин, тут еще куча этажей, да. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, они еще 19 уровня. Ну, короче, я зря пошел. На следующий этаж. Блин, а они, наверное, не рандом генерируются, да? Значит, имеет смысл весь этаж исследовать. Потому что мы можем найти человека, можем еще чем-то найти. И, вероятно, это можно перепроходить, я так полагаю. А, рандомно? Жесть. В том случае. Не-не-не, я проклестил их или еще каких-нибудь. Не-не-не, надо найти человека, посмотреть, как клаши выглядят. Дай его руки, я сундуки найду. Рашить смысла нет, потому что нам дают экскурс. Ну, а скоро второй уровень угрозы будет. Предлагаю дойти до пятого. И умереть. О, там много этих, ящик. Хорош бегать-то. Восхитительная камера в бою. В смысле, кто еще не умер? Ого, что ли. Блин, а дверь это, получается, проход на следующий был? То есть, я, по сути, автоматически на старте нашел кто-куда дальше. Блин, ну бессмысленно эти штуки. Бессмысленно эти штуки. Рашного монстра? Босс уже, что ли будет? последний этаж а я не буду с тобой драться ну ладно здесь блин я не хотел в это включение его попадать и вы однако попал и 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 Хил хотел И всех купить Я не успел хил поставить Ничего не началось У меня же есть предметы У меня же есть предметы Я вспомнил У меня нет У меня нет Уり отец На Ура Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем отдавать кисточку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Ого! Значит это ваш замок? Какое симпатичное местечко! Я рад, что вам здесь нравится! Дружба с вами большая честь для нас! Благодарю, Эван! Взаимно! Если захочешь поручить тетушке Март для работы, садись на трон и выбери управление! Не забудь! Что ж, я пойду познакомлюсь со всеми! Если будет для меня работа, зовите, не стесняйтесь! Эй, Эван, у меня есть к тебе разговор! Как только освободишься, позови меня! Хорошо, понял! Нет, я буду фуняши возводить! Могол в голову, мыши на голову... Так, можно было не мог настроить! Могол в голову у вас будет плacción, наверное?! Эван, удачи Member& huys Блин, зря вышел. Роланд, о чем ты хотел поговорить? Начало надо всех собрать. Так, и что за тема? Попахивает чем-то серьезным. Да. Благодаря всеобщим усилиям нам удалось построить замок и обеспечить все необходимое. Я думаю, Эволанья достигла определенного уровня. Но скажу, без обиняков в нашем королевстве не хватает чего-то главного. В каком смысле? В нашем королевстве перемешались разные народы и культуры. Нам нужно знамя, которое сплотит их всех. Знамя? Ради чего существует наше королевство? Что оставит их и к чему стремиться? Нечто вроде общей цели. Цель, ради которой наша страна станет единой. Без этого нашему королевству не стать настоящей страной. Знамя нашего королевства? Ты, как правитель, каким видишь свое королевство в будущем? Какую страну ты мечтаешь построить? Ммм, какую страну? Я мечтаю построить страну, в которой не умолкай смех. Страну, где все друг другу братья. Понимаю, что ты хочешь сказать, но нет ли чего-то более конкретного? Точно. Страну, в которой не будет войн и раздоров. Вот она, наша цель. И думаю, люди воюют не потому, что хотят этого. Точно так же, как мы, воздушные пираты, враждовались и верными. В мире живет много разных народов, и сколько людей, столько и мнений. Из-за различий о возглядах и возникает распри, и этого не избежать. Да, так оно и есть. Я все равно хотел бы создать страну, в которой не будет войн. И я хочу воплотить эту мечту в знамени своего королевства. Ты так серьез? Если ты действительно этого хочешь, сначала нужно побольше узнать о других странах. К сожалению, я тоже мало чего знаю об этом мире. Тогда вам стоит посетить архив Мельдоры в Лайдзине. Там хранится огромное количество свитков и каменных табличек с записями об истории нашего мира. Понятно. Что ж, архив в большой стране с богатой историей. И правда, может оказаться весьма полезным. Похоже, стоит туда сходить. Там, небось, мы и про эти, не знаю, про нитки, которые воруют. Довольный новый пост с комментарием. Ум. М-М-М. 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 М-М-. А, они галочками отмечаются, лол, пройденные видимо это с патчами добавили, роща закатного солнца, а это там вот этот же делок, правильно я понимаю, так а я что ты еще хотел сделать, задание фантомов миров и эквалайзер надо еще настроить, используя может слегка их сбросить, а как четвертого уровня купить-то? а 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 Угу. 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 Продолжение следует... 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 О, вверху напоминалка при треугольных, опять и говорим Сейчас заметим Блин, да ну сколько Ну он сам да Ладно, давай с этим разберемся Субтитры сделал Dima 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 Может там поменьше требований Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Много квестов открылось Я так понимаю Если вы заказом оружием То это хозяин, я просто ученик Да ладно тебе юн, может пора уже попробовать сделать какое-нибудь оружие Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Магмар, его можно встретить Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Dima Субтитры сделал Dima Dima Субтитры сделал Dima 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 Наверное имеет смысл еще экипировку проверить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пока что блин железки самые мерзкие в плане сражений с ними потому что у них включается режим пробивания, они еще делятся в плане сражений 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 блин только там проходил, лута не было, бац, появился так, я вижу метку, наверное, мне смысл сохраниться потому что есть подозрение, что мне еще рановато эти квесты делать ну, может, это нормально я сохранюсь ой, нечего я ой 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 ты хорош ой 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 все стрелы в одну цель не знаю если в упор фига себе вот даже об этом не так и можно ой 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 Ты мразь, ты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 блин а там мог еще на один уровень выше ну звучит вообще не очень не все каленые и не успел захилиться я на роне я щас весь пойду не любитель зельды и тогда я хожу что там вообще такое я не смотрел и аудитор интересно да может лет через 20 я вижу геймплей вид что это рпг поиграю а так пока нет не хочу они живы отлично теперь я мантикор убью раз у меня хп появились или нет в геншем пак нельзя строить королевство а здесь надо находить из его замка и и и и и и Не, не смотрю Я сам в неё прям поиграю Не, я вообще не смотрю Ну, мне неинтересен, в принципе Ведьмак Какая-то, толкова смотришь Не учитывай, что я уже сам приходит Блин, я вот думаю Закончить или Хотите что-нибудь посмотреть Или сделать перерыв А если продолжать Немного не играть Сложно? Так, мне кажется, я с нитками Буду очень робить Погубить денег потом Блин, разогнали Блин, он так никогда не апнется Не знаю, обе то, блин, Ветер ведьмак А, у него здесь Трасс на дни перекатывают Бывает А, полок, убийца-то закончилась Ну ладно Ну ладно Блин, не теплор 26-го я не хочу трогать Я 23-й отъезжаю Не надо тут еще больше Я не понял, что там в беседе Я так понимаю, Майкрософт выкупили их Прям full full Зато мне никогда не казалось, что беседа Так, что Ну будет продаваться А не будет Котле вариться Блин, ну Да, я новости видел Не знаю, к чему это приведет Вдруг они все закроют И будут делать новые IP Интересно, что они там сделают Думан и тайган Мне кажется, ничем не заняется На самом деле Что-то будут деньги идти Не может Ну, не так распределяться Просто что может измениться Ну, как может Ускориться разработка Других людей Выделят Которые Ни разу не работали Над этой игрой Мне же придется Рассказывать и так далее Ну, мне кажется, людей не хватает В беседе Это ведь не какая-то Маленькая компания Сказали? Не знаю Я не представляю Как работает игровая индустрия Я не представляю Вот поэтому Как по мне Ничего не изменится Блин, я кстати прокекал то, что В новости, которые я читал Там сказано, что Старфилд Это будет новый IP И беседу Спустя 25 лет Примерно То есть это Как долго Они не Сделали новое А, обсидент И это Да, они В каждой бы своей конторе Работать Я думаю Ну, может там будет Перетечка из одного Офиса в другой Да, может реально будет Не в Вегасе Ну да, я понимаю, что Дурала бумаги Я-то в ней Вегас не играл Мне вообще Пофиг на это Сектантство Блин, а какой у меня уровень? Двадцать восьмой Двадцать шестой Двадцать восьмой Двадцать шестой Двадцать шестой Можно еще Баф на атаку Двадцать шестой Двадцать шестой Попустить Ты хотел в ней на ногу не играть или нет? Я помню, ты чё-то русский язык, чё-то ждать, я не помню. Я победил у кипящего магмара. Ты правда сделал это? Спасибо, теперь я буду учиться оружейному мастерству в твоей стране. Хочу подоимой защитить всех оружием, которое ты сделаешь. Давай постараемся вместе и дальше. Конечно, после таких слов хочется выложиться на полное. Хозяин, спасибо и вам за всё. Да не за что, я буду с нейротерапением ждать момента, когда ты станешь умелым, опытным оружейником. Ну как ферма? Просто в первую часть ты выполнял квесты, получал предметы, и здесь ты выполняешь квесты и получаешь новых людей для своего королевства. Такой микроменеджмент какой-то. Ну и как бы это тоже адвеншура. Мы... король, у которого отняли королевство, и мы пытаемся мир во всем мире сделать. Так, задание. Где желтый-зеленый-зеленый нитный тимит? Поживленый торговый квартал. А где оно там? Ладно. Пойдем посланника Ада убью. И я... А, там нет телепорта. Состройка базы. А здесь база, тебе на нее не надо фармить. Тут... Прикол в том, чтобы что-то построить, тебе надо тратить голду королевскую. Тогда королевская идет с налогов. Городские налоги идут со временем. То есть вот ты выполняешь квесты, сейчас я вернусь в свой замок, оп, налоги натихали, я их заберу, их потрачу, новое что-нибудь отстрою. Ну и чем больше жителей, которых ты найдешь, типа ты ищешь человека, он говорит, выполни ему просьбу, я к тебе приду в замок. Ты, говорю, выполняешь квест, он приходит к тебе в замок, чем больше их, тем расширяется королевство. Типа того. То есть тут фарма как такового нету, тех же ресурсов или еще чего-то. Крайней мере пока что, и... Судя по обучению, это даже и не предвидится. Так что, ходи, ходи. И как она? Брови в чате хотел, это, в Kingdom Come поиграть, но в итоге. Он вроде как не запустил, он теперь язик идет играть. Мне нравится. Ммм. Блин, я что-то прошел уже игру на пае, скупать еще. Я попутный сеттинг, но очень скучный, игра. Это, к слову, от твоих любимых разработчиков. Блин, умер, да он? Блин, еще один труп. Ой, аспарировал? Ой, Держимый монстр, а кто бы мог подумать? Конечно, старикам да детям с таким не справятся. Теперь Хаски может дыхнуть спокойно, только нужно объяснить, что я вовсе не воин золотого листа. Вот привереда, а как звучит-то? Воин золотого листа. Круто ведь, да? Если я хотел бы прозвищать, то только одно. Король Эволани. А, так вот в чем дело. Тебе не предмаксимальные настройки, 80. Ой, да ладно тебе готов. Главный сюжет о игре в фоуне. А если я докуплю оперативку, кстати, я смогу даже вроде как киберпанк поиграть, но что-то мне неохота. Мы поведели монстра, о котором ты говорила. Я даже не сомневался, что это вызвал воин золотого листа. Как раз хотел сказать. Действительно, я не воин золотого листа. Прошу прощения, что перебываю. Слышал, у меня искала какая-то девушка. Это вы? Кто? А кто вы? А, так может это вы настоящий воин золотого листа? Ну, некоторые правы меня так называют. Я Шэм Лава, вы начальник этого королевства. Простите, что не смог сразу сказать. Я не воин золотого листа. А вот он наверняка тот самый. У нас золотистые волосы и уши торчком. Вы, воин золотого листа, знаменитый своим малосердием, который не только владеет боевыми искусствами в совершенстве, но и помогает каждому нуждающемуся, бродя по просторам нашей страны. Ого, обо мне даже так говорят. Не знаю, но я ведь сегодня же делаю то, что должен. Кстати, да, какие не золотистые. Но, похоже, в этот раз вас спас король Эвен. Позвольте выразить благодарность от всей армии Аллай-Дзиньи. Леди, простите, что я опоздал к вам на помощь, и я отправил отряд в ваш район. Тем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Что ж, мне уже пора, так что прошу меня простить. Спасибо вам большое. Ах, я как же могла так ошибиться. В спешке я приняла вас за того, кем вы не являетесь, и подвергла вас огромной опасности. Вывезла Эвен, тот самый король Эволани, создатель нового государства? Да, это я, и такое прозвище меня весьма радует. Пусть я и обратилась к вам по ошибке, в любом случае спасибо за помощь. Позвольте вас благодарить тем, что стану одним из жителей вашего королевства. Конечно, я буду очень рад. Добро пожаловать в мое королевство, Хаскин. Блин, где нитки найти? Кто скажет мне? Они не продаются. По-любому счет, каких-то мобов потом выбиться. Ну, типа, это похоже на жилой торговый район, но... Она, типа, с светящихся точек лутается. Мы так долго будем их убивать, учитывая то, что я эти точки обходил, и ни разу не нашел. О, коралловая нить! Это она самая. Это она самая. А, в смысле, коралловая нить? По иконке она была та самая. Желто-зеленую нить надо найти. А, она зеленая. А где желтый там тогда? Блин, пряжа, обычный ремень. Блин, мне кажется, я неправильно понимаю подсказку эту. Блин, походно, по сюжету идти. Я фикс на где-то нить. Игральный горошек. Давайте это в королевство налоги заберем. Заодно настроим там... Бизнес. Блин, а зачем я сошел-то? Вон, казна. М-м-м, запасы. М-м-м, подданные. Буржанка, оружей. Да, слышу. Мое мнение, ничего не изменится. Следование. Блин, оно денег требует. Надо, наверное, дома себе достроить. Потом уже. Лекарства и материалы. А служанка, она где может быть? Сбору добавок. О! А, нет, это хорошо. Как-то, наверное, надо особое умение, чтобы все лучше было. О, можно улучшиться сооружением. Ну, убегай себе. А если я не хочу? Почему не шкала растет? Она дает. О! Скоро выучится. Исследование пройдет. Когда консоль выключена, я так полагаю, она не идет, правильно я понимаю? Лекарство материала, сбор говесины, смолы. Угу, сюда служанка подойдет, китрость горничной, имеют выгоду не торговать, лучшая производительность торгового квартала. Поним. Наверно, лучше, пока нет смысла, надо все купить, чтоб ссувать их везде и всюду. Работники. А куда бы их искусство засунуть? А-а-а. Да, он же кузнец, точно. Ммм, с низкими потерями, разработка оружия дешевле на 20%. Ммм, окей. Ммм, казармы. Сбор гостей, мехов, перьев и кожи. Сбор мяса. Блин, он занят исследованием. Сейчас, дайте-ка я отменю. Я же могу отменить. Не завершив текущую. Отменить исследование. Блин, там было написано что-то про золото. Ой, я дура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ладно. Бывает. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Возвращен нас по доставке? Нет, не было такого. Мне до сих пор посылка не могут вернуть, которую я отсылал, а там адреса напутали все и она должна типа вернуться, но она не вернулась. Не пиши в техподдержку, хотя я сомневаюсь, что они скажут, ну ответить я о том, что они вышлют ее. И, наверное, она больше никогда к тебе не придет. Ты скажешь опять пати. Блин. Не, в первый раз слышишь. У нас звучит очень максимально не очень. Мне сказка, да. Прям в городе? Волк. Если б я знал его, я б сказал ему. Блин, мне не хватает работника. Ну ладно. Вроде я все отстроил, но это не точно. Осталось теперь людей понаходить. Ну-ка, а тут есть квесты? Или воздушные пираты? А, есть квесты. Ой, ваше величество Эон. А ты? Я, ну, я па-па-пак. Ну... Не могу, не могу, не могу. Ни за что этого не сказать. Эй, постой, ты что-то хотел сказать? Следуйте за паком. Снова вы король Эвон. Почему вы здесь? Мне стало интересно, что ты хотел мне сказать. Поэтому я и последовал за тобой. Ваше величество. Вы за мной специально? Ведь хотел о чем-то со мной поговорить. Можешь сказать мне? Правда, можно. Ну, на самом деле, я, ну... Нет, 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 я так стесняюсь. Эй, опять он куда-то убежал. Нужно поспешить за ним. Спорим, он хотел сказать о том, что он хочет присоединиться к нам, но он стесняется, потому что... Мы, типа, с ним. Не особо друзья. Блин, я не туда пошел. Ваше величество, опять последовали за мной? Блин, без маркера было бы его посложнее найти и поинтереснее, кстати. Так внезапно сбежал во время разговоров, что я не мог не пойти за тобой. Скажи мне, о чем ты хотел со мной поговорить? Ну, на самом, ну... Не хотите ли вместе? Вместе? Я и справа не могу этого сказать. Пустите. А, почему ты снова убегаешь? Скажи мне. Что ты хочешь? Ну все, больше ты никуда не удерешь. Даже Шанти. Неужели я попался? Пак, скажи мне, наконец, о чем ты хотел поговорить? Я должен тебя выслушать. Ладно, я же мужик, и я готов к этому. Ну же, ну давай уже. На самом деле, ваше величество Эван, у меня к вам есть одна просьба. Не хотите ли со мной вместе... Вместе? Не хотите ли вы вместе со мной посадить огород? А, огород? Да. Я ведь тоже воздушный пират, но я не такой проворный и ловкий, как Карло, или сильный и крепкий, как Гурт. Не умею я ничего делать, как воздушный пират, однако я тоже хочу быть вам полезен. Я долго думал над этим и придумал способ, как стать всем полезным. И это? Посадить огород? Ага, усердно работая на грядках, я буду приносить пользу, ведь я хочу, чтобы овощи, собранные с моего огорода, приносили улыбку на лицах людей. Конечно, Пак, такой подход только приветствуется. Ты можешь выращивать в моей стране любые овощи, какие только пожелаешь. Спасибо вам, ваше величество. С этого момента я буду с огромной любовью выращивать овощи для всех. Огнезапно. Так, какую еще локацию можно посетить? А, ну лес, наверное. А, ну лес, наверное. Пещеры, по-далее. Могут ли их там? Можно ли кого-нибудь найти? В первом не на какой-нибудь там квесты точно были. Ну это тот первый был. Давайте в солнечный парус зайдем. А, ну там только этот. А, ну он к нам присоединился. Значит, все. Получается. Значит, там нитку осталось только найти. Ну, надо хп восстановить. Поехали. 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 Поехали надо дурчать. Поехали надо. стрима не будет скорее всего он будет следу ли еще какой-нибудь день поэтому меня не теряете но я пойду отдохнуть так очень сегодня все всем удачи всем пока а а а